Если мы посмотрим на карту Российской Федерации техническую, то увидим, что она испещрена трубами, которые идут с западной Сибири на запад, через всю страну, в том числе и с трубопроводом. По этим трубам перекачивается огромное количество энергоносителей, это нефть, это природный газ. Поэтому необходимо измерять то количество энергоносителей, которое подается в трубу и из нее выходит. Выходит куда? На нефтеперерабатывающие заводы, на терминалы, где погрузка от судов, за рубеж сколько передается. То есть в связи необходимо измерять то количество энергоносителей, которое идет по указанному направлению. А для этого служат специальные измерительные комплексы. Одним из основных элементов этого комплекса является как раз расходомер. То есть прибор, который измеряет количество или расход энергоносителя, который в данном сечении проходит. В качестве примера могу привести у нас у всех дома есть водосчетчики, которые меряют количество воды, которое мы потребляем. Есть газовые счетчики, по которым мы ведем расчет количество газов. Здесь полная аналогия только в промышленных масштабах. То есть это все побольше, сложнее. А идея, в общем-то, техническая сущность та же самая. Мы одни из первых начали применять ультразвуковые расходомеры для нефти и нефтепродуктов нестабильного конденсата, так и для природного газа. И в этом направлении достаточно сильно продвинулись, потому что эти приборы выпускаются, как правило, иностранными фирмами, поставляются на российский рынок. Но правильность применения вот этих приборов именно в измерительных системах – это вообще довольно сложная задача. И вот, в принципе, расход, скажем, жидкого энергоносителя можно мерить и турбинным расходомером, и сужающим устройством. Но ультразвуковой, у него основное преимущество в том, что у него нет элементов внутри проточной части. То есть он не создает дополнительного гидравлического сопротивления потока, то есть тем самым экономится энергия компрессорной станции или насосной станции на прокачку энергоносителей. У турбинных расходомеров есть вращающая часть, есть подшипники, которые могут там выходить из строя, могут ломаться лопатки турбина, потому что в наших трубопроводах всегда летают некие предметы, болты, гайки после ремонта, может быть. Сужающие устройства тоже со временем, так сказать, они могут зарастать чем-то, изнашиваться кромки, и метрологическая характеристика их может, так сказать, изменяться. Поэтому с какой-то точки зрения ультразвуковые расходомеры, да, имеют преимущество в этом направлении. Ну, хроматограф необходим для определения состава продукта, который транспортируется по трубопроводу. В частности, для природного газа это калорийность и другие, так сказать, показатели. Потому что ценность продукта, ну, природного газа определяется, вот, некими показателями качества, ну, и в частности, вот, калорийности. Вот. А хроматограф он позволяет определить состав продукта, какие углеводороды находятся вот в данной пробе, которую мы, значит, взяли. Вот. И, так сказать, на этой задаче наши специалисты достаточно хорошо подросли, и сейчас мы достаточно большой объем работ делаем в этом направлении. Не только вот по хроматографам для газовых конденсатов, но и для природного газа, там, и для других, так сказать, применений. Ну, сейчас в спиртовой промышленности применяются хроматографы, и мы там как-то участвуем, то есть, в плане сервиса. В нашем, в Татарстане есть на спиртовых заводах, на ликвироводочных есть хроматография. И в самом начале, когда начинали транспортировать наш газ на Запад, газ часто считался некондиционным, потому что он не удовлетворял требованиям, так сказать, там, контрактов. Хотя, на самом деле, потом зарубежные компании отбивали оттуда тяжелые фракции и использовали ее в своей нефтехимической отрасли. Поэтому использование таких приборов, которые определяют параметры качества продукта, конечно, очень важно. Ну, что касается автоматической системы управления, мы очень плотно работаем с мировыми лидерами в этом направлении. Это, допустим, Эмерсон, это Сименс, это Якогава, подразделения которых находятся в том числе и в Казани. У нас есть с ними партнерские отношения, и это позволяет нам, ну, во-первых, все последние достижения этих фирм используют в своих проектах. Вот, теперь позволяет обучать наших сотрудников по этим направлениям. Наши сотрудники очень часто выезжают за рубеж для того, чтобы осваивать новые средства автоматизации, которые используют в наших проектах. Вот, и в то же время есть обратная связь, когда мы обучаем эксплуатацию тех, кому мы поставили оборудование, где участвуют также представители этих фирм. Ну, наша здесь роль состоит в том, что наши наладчики, которые непосредственно работают руками, они, естественно, лучше знают особенности использования, какие-то там, так сказать, моменты. И в этом заинтересованы как потребители, так и продавцы.